Приветище! Это Скраб Механик и сегодня у нас очень важная миссия. Нам нужно с тобой построить несколько грядок, посадить там помидор, редис, все это погрузить в наши вот такие здоровенные контейнеры и отвезти на фасовку. Сфасовать и отвезти потом деду, чтобы купить картошечный бластер. Или как он здесь называется, бульбострел. Я уже успел сделать, смотри, чего. Дополнительный сундук, насос, точнее это не совсем насос, это называется вакуумный насос. Так же сделал себе топляк, потому что нужно заправить тачилу. Зацанец! Кстати, в комментариях писали, что я могу голову как-то подсоединить к кнопке. То есть вот эту бошку я могу подсоединить к кнопке. Давай попробуем. То есть смотри, бошка горит сереньким кружком. Попробуем сейчас зацепить и подключить. Действительно кнопки можно подключить. И давай сядем. И что я могу сделать? Ух ты! Огонь! Вот это дела! Подожди. Я еще могу настроить походу, каким звуком он будет пищать. Он же сейчас пищит. Ну-ка. Точно. Своего рода это гудок получился у нас. Ну-ка. Решил сплавать за нефтью и смотри, кого нашел. Как он, интересно, сияет. Кто это такой? Я могу тебя забрать? Бомбануть я его тоже не могу. Если можно так сказать, то это местный подводный сверчок. Ну что, пошли подключать наш вакуумный насос. Нам также еще нужно поставить куда-то сундук. Значит, он будет у нас вот так вот висеть. Я подключаю к нему. Во! Вроде бы все норм. Использовать. Ага. Вот, смотри, стрелочки меняются. Либо туда, то есть на загрузку, либо вот так, на выгрузку. Теперь нужно понять, нужно ли насос подключать к нашему драндулету. Ага, нужно. Давай подключим. Тоже работает от кнопки. Ммм, походу нам надо сделать другую кнопку на вакуумник. Эту отсоединяем, а эту подсоединяем. Все. Садимся, проверяем. А, я к рулю не подключил. Забыл подключить к рулю. К рулю. Ну-ка. Красный мигает, значит он выгружает. Угу. Где там у меня помидорка? Давай попробуем, чтобы он засосал помидор. Использовать. Помидорка кладется сюда. Ставим стрелку туда. И что-то нифига не загружается. Очень странно. Видимо, слишком высоко. Сейф ставим вот так вот. Главное, чтобы его никто не повредил мне. Короче, как ты видишь, там мигает крестик. Это означает, что он не может погрузить в наш сундук. Давай заберем помидорку. Положим в сундук. И сделаем выгрузку. О, видел? Зеленым загорелось. Ну-ка. Выключаем. Включи. Ух ты, нифига. Помидор развалился. Ты видел, она как бульбастрел бомбанула помидором. Жалко, конечно, что помидор мы больше не вернем. Все ради научного эксперимента. Итак, хорошо. А если я бошку? Я могу бошку затолкать в наш сундук. И попросить им выстрелить. Ну-ка. Огонь! Не, нельзя. Обидно, обидно. Ну что, тогда погнали заниматься огородом. Сделаем первую партию редиски и попробуем отвезти. Значит, у нас тут грядок 9 штук. Высаживаем. Первая грядка у нас засажена. Это будет не единственная грядка. Мы сделаем еще одну маленькую. Неподалеку от нашей заправки. Да можно прямо вот тут, где у нас был загон. Посмотрим, повлияет ли это на количество наших грядок и прибегут ли к нам роботы. На нас напали! Я ваши болты ржавые буду сегодня жарить вечером. Для своей дырявой сковородки. Ну вот, значит, еще одна маленькая грядка будет здесь. Главное, чтобы коровы не сажали саженцы. Получилось 9 штук. Сюда тоже высаживаем редис. Единственное, о чем я не подумал, что мне придется бегать далеко до воды. Ну, что могу сказать. Небольшое количество маленьких грядок не привлекает роботов. И это хорошо. Пока мы ждем, когда созреть редис, есть время переработать наш трактор. Многие писали, чтобы амортизаторы я перетащил назад, либо передние колеса перетащил вперед. В общем, я думаю, что мы попробуем сделать так. Эти колеса мы снимаем. Мы их оставим здесь спереди. А вот амортизаторы мы поставим сзади. Я все переделал. А я попробую теперь погонять. Ну, вроде бы как едем. Но поворачиваемость у нас такая себе, слушай. Ну, что могу сказать. Я, короче, поэкспериментировал со всем, что только можно. То есть перекинул рулежку с передней оси на заднюю ось. Как ты сейчас видишь, это у меня сейчас реализовано. Получилась полная борда. Также я перекинул амортизаторы на заднюю ось. И делал управляемую первую ось. Все равно получалась борда. Короче, остается только одно. Поставить огромные колеса туда и сюда. И тогда будет все по фэншу. А у нас тем временем созрел огород. Собираем. Кидаем все это в сундук. И поехали на фасовку. Прибыли на фасовку. Как раз рассвет. Шикарно. Значит, нам нужно припарковаться задом к нужному погрузчику. То есть, к редиске. Это номер два. Сейчас подъедем. Включаем насос. Опачки. Погрузили. И сколько мы выгрузили? Все или не все? Одну только выгрузили. Прикинь. Странно. Очень странно. Что, по несколько раз, что ли? А-а-а. Короче, мне нужен другой переключатель. Есть у меня другой переключатель? Мне нужна обычная кнопка. Вот. Вот такая вот кнопочка. Сейчас все переделаем. Все. Теперь должно быть все по фэншую. Нажимаем и стреляем. Первая коробка у нас готова. Смотри. Ништяк. Так. Вопрос только в другом. Как мне ее погрузить? А, вот смотри, поднять могу. Забираем. И грузим на тачку. Наверное, погрузим вперед, потому что задняя ось у нас перегружена. А так вот. И пофиг, что дорогу не видно. У нас осталось еще девять редисок. Выгружаем их. Все. Поехали. Поскольку дед недалеко от фасовочной базы, сразу едем к деду отдавать ему редис. Первая редиска доставлена. Точнее, первая коробка редиса. И нажимаем. О, готово. Пойдем посмотрим у дедули, что у нас там есть, чего нету. Здорово, дед. Первый дед. Че есть, че нет. Смотри. Редиска одна доставлена. Дед один. Угу. Спасибо. Мы все узнали. Поехали обратно на ферму. О, твиточки. Я про них совсем забыл. Нам же нужно тачку накрасить. Заяхал в магазинчик. Мне нужно тут прикупить пару досочек. Ну, как прикупить? Свистнуть. Вот эти досочки мы забираем. А! Пришел охранник. Говорит, че ты дожди мои тыришь? Вот, получил. Все. Досок натырил. Можно ехать отсюда. Бежим, короче, делать краску. Также нам нужны деревянные блоки. Несколько штук. Пока наши деревянные блоки там делаются. Блоки нам нужны для того, чтобы сделать большие колеса. Мы построим еще одну грядочку вот здесь вот. Надеюсь, что это не сильно близко к другой грядке, которая находится у нас вон там. И роботы к нам не прибегут. Все. Девять грядок. Эту грядку мы засадим помидорами. Вот так. И учитывая, что у нас грядок стало три штуки. Нам нужно срочно сделать контейнер с водой и пушку, которая будет поливать с этого контейнера. Потому что ведрами я уже не отделаюсь. Итак, смотрим. Значит, контейнер для воды. Вот он. В принципе, у нас все сейчас есть. Но вот насчет воска я не знаю. Потому что для больших колес тоже нужен воск. И вот как-то вот я даже не знаю в замешательстве. Ладно, делаем два колеса. Ааа. Не делаем. Подожди. У меня где-то в запасе был еще воск. Вот он. Еще одно колесо. И буквально чуть-чуть мне не хватило для... Для, для, для... Водяной пушки. Ооо. Смотри-ка, таймер появился. Таймер появился. Значит, роботы скоро к нам прибегут. Слишком близко грядки расположил. Ну и что поделать? Ладно, будем отбивать. Ну что, братва, тачка переделана. Теперь у меня полноценный внедорожник. Правда, я хотел трактор, но получился внедорожник. Как-то так. Спереди у меня амортизаторы и большие колеса теперь появились. И еще я перенес контейнер и насос наперед, чтобы распределить вес. В общем, теперь тачка более-менее управляемая. Поворачивает хорошо. Блин, вот это фейл. Долбанная тачка, разобрать ее, сжечь, я не знаю, испепелить. Буду на своих двух ходить. На своих двух-то я точно не перевернусь. Я не знаю, если амортизаторы на заднюю ось нас не спасут, то я точно сожгу эту тачку. У нас тут редис поспел. Вот какая-то отдушина собираем. Помидорчики у нас тоже поспели. И через 7 часов к нам прибегут роботы. Загружаем, значит, редис весь сюда. Сюда же и помидор. Ну давай, помидорчик, ты последний остался. Вырастай, пожалуйста. Я прошу тебя, скоро роботы придут. Ты же не хочешь, чтобы тебя выкорчевали эти долбанные роботы. Ну я на коленке встану сейчас. На коленках стою. Умоляю тебя. Ай, полгода не прошло. Кстати, для тех, кто не заметил, я еще и седуху перекрасил. Смотри, она теперь черная на стиле. Не оранжевая, как раньше была, а черненькая. Давай-ка попробуем, знаешь что? Вакуум переключить. Вот так вот. Сейчас подъедем к нашим грядкам с редиской. И попробуем все это засосать. Вот так вот аккуратненько. Стопэ. Включаем вакуум. Не, не получается. Не проканал. Загнал свой трактор в хервис. Потому что если роботы прибегут, они же по-любому на него позарятся. Эту грядку разбираем. Мы поняли, что нужно ее поставить где-нибудь подальше. Блин, у меня уже идея была, типа, ну может не ждать это время, а просто свалить. Роботы сюда прибегут, а тут никого. Затроллим роботов. Восемь минут и роботы здесь. Ну посмотрим, какой отрядик прибежит в этот раз. Со всех сторон, со всех щелей ползут. Пауканы. Ну вроде бы их двое прибежало, и это хорошо. А нет, трое, вон еще один бежит. Поехали на фасовку, а потом к деду. Наткнулся, короче, на кладезь пчел. Просто огромное количество здесь, смотри. Тут вот два улья. Вон там вон еще два улья висят. Вот это мне фортануло. Приехали. Надеюсь, что насос... Насос не слишком высоко, ну-ка. Ага, слишком высоко. Спереди мне, конечно, больше нравилось. Она выглядела как пушка такая, солидная. Ужас наводила. Ну, что поделать. Так. Все. Стыковка прошла. Выгружаем редис. Отлично. Мне начали запаковывать его. Выгружаем еще. Третий ящик сфасован. Теперь выгружаем помидорчики. К сожалению, помидорок у нас оказалось не 10, а 9. Поэтому придется доделать эту партию в следующий раз. Ну, что? Грузим, значит, редис. Ой, не так грузим-то. Один сюда контейнер. А другой где-нибудь здесь воткнем. Вот так вот. Все, погнали. Теперь мы сможем купить чернику. Интересно, этот насос сможет разом засосать два ящика. Ну-ка, ну-ка. Экспериментируем. Нажимаем кнопку. Нет, только один засосал. По одному. Но понятно. Что, пойдем в магазинчик. Купим чернику. Дед, гони чернику. Я тебе там три ящика редис привез. Вот она, черника. Обменять. Отлично. Есть черника. Будем ее сажать. Пришло время сделать, наконец-то, водяной бак. Где же ты у нас бачок? Вот он. Водяной бак. Я тебе скажу, даже более того, у нас хватит и на водяную пушку. Осталось только блоки вот такие вот сделать. И все. Бак у нас готов. Забираем. И что, куда мы его поставим? Но по-любому наперед. По-любому. У нас тачка сзади и так перегружена. Так что водяной бак здесь. А топливный бак, я думаю, я его поставлю тоже спереди. Вот здесь. О, вот так. Водной пушке сегодня быть. Делаем ее. Ты, кстати, видел, что вот этот контейнер используется еще как бойлер? Тут есть вот такая вот штука, типа, попить водички с нее можно. Все. Забираем ее. Крепим ее. Ее, ее. Вот таким вот макаром сверху. Забираем наш вакуумный насос. И попробуем закачать водичку. Вот так вот. Заедем сейчас прям по уши в воду. И надеюсь, что у нас все получится. Значит, аккуратненько, аккуратненько погружаемся в воду. Тихонечко, тихонечко. На таких больших колесах мы, кстати, можем плавать, но не факт. О, все. Зеленым загорелось, значит, можем грузить. Нажимаем. Ништяк. Грузится, грузится. Еще, еще, еще. Закачиваем. Да, боюсь, что мы все-таки утонем. Вместе со мной и машиной. Но зато накачаем полный бак воды. Странно, что такие огромные колеса. Там, кстати, написано, что эти колеса плавучие. Но, как видишь, видимо, масса машины слишком тяжелая, и они не могут нас поднять на поверхность воды. Насос, как мы видим, закачивает. Он хорошо работает. Единственное, что меня напрягает, это постоянно нажать на кнопку. Нужно будет поставить контроллер потом. Контейнер заполнен водой доверху. Можем отсюда выбираться. Единственный вопрос у меня есть, это... Как же я буду поливать с этой пушки? Прям капец, как интересно. Подключим ее, наверное, к кнопке номер 2. Ой, куда-то сюда подключил. К номер 2. А можно мне просто вот ведерочку в водичке напол... О, можно! Огонь! Ну и на кой черт тогда я эту водяную пушку делал? Короче, наполняем ведерки вот таким вот макаром. А, давай посмотрим, сколько там воды у нас. Ух ты ж, нифига себе! 40, 80, 57 литров воды у нас. Очень кошерно. Короче, рассаживаем, значит, помидоры. Теперь нам нужны исключительно помидоры и черника. Короче, мне надоело поливать ведрами. Давай все-таки попробуем залить пушкой. Ну-ка. Пушка. Огонь! Что-то я не понял. Я вроде все подсоединил, но... Что-то не работает-то, прикинь. А, я пушку в контейнер не подсоединил. Вот, теперь все подсоединил. Давай проверим. О, нифига себе прикол. Классно. Но мешает металл. Надо его убрать нафиг. Пошел вон! Мешаешь ты мне тут. В принципе-принципе можно из пушки поливать, если встать грамотно. Но очень кривенько получается. Не всегда долетает куда нужно. О, палил! Но потратил воды я просто немерено. Давай-ка попробуем вот эти грядочки палить теперь. Сюда мы чернику посадим. Поближе надо подъехать. Короче. Тут уже проще ведерочками вот так вот палить. Пока ты попадешь с пушки по ним. Во! Садим сюда, значит, чернику. У нас их всего пять штук. Это очень мало. Но я надеюсь, что когда это все вырастет, у нас будет больше семян. Как минимум в два раза. Нефтеризированное земледелие. Капец! Я же убрал здесь грядки. Ну как так-то? Ну что? Что за дела? Почему ты при... Короче, надо будет эту грядку тоже перенести куда-нибудь. Ну что могу сказать. Наш трактор очень сильно преобразился. Это прям мобильная станция. Правда, не понимаю еще какая станция. На ней же всего-всего понавешано. И еще больше можно навешать. В общем, на этом мы заканчиваем. Если тебе понравилось, то не забывай ставить лайки под видео. И подписывайся, если ты еще не подписан. А я с тобой прощаюсь. Пока, увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok